8.00 в столице Кадахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И вот о чем расскажем сегодня. Ковид атакует. Страны заявляют, вторая волна будет мощнее первой. Работаем дома. Аналитики подсчитали, сколько казахстанцев могут вернуться к дистанционному режиму работы. Без окон и балконов. Жители столичного ЖК замерзают в квартирах из-за замороженных работ по замене фасада. Об этом не только прямо сейчас. Коронавирус продолжает набирать обороты. В мире свыше 37 миллионов заболевших. Скончались больше миллиона. Обостряется эпидситуация в Европе. Там все чаще. Говорят о том, что вторая волна пандемии может стать масштабнее первой. Во Франции суточный рост инфицированных превысил 16 тысяч. В список городов, где введен максимальный уровень тревоги, попали Лион, Лиль, Гренобль и Сент-Этьен. Ранее в число зон наивысшей опасности были включены Париж, Экс-Марсель и остров Гваделупа. Почти 13 тысяч новых случаев заражения накануне выявили в Великобритании. Общее число ковидных граждан превысило отметку в 600 тысяч. Как ожидается, сегодня премьер-министр Борис Джонсон может объявить о новых карантинных мерах. В частности, о временном закрытии ресторанов и пабов. Я считаю правильным то, что мы вводим локальные решения и меры в борьбе с новыми случаями. Никто из нас не хочет возвращаться к ограничениям на национальном уровне. Мы ищем альтернативы. Четвертое место в мировом ковидном рейтинге занимает Россия. На фоне роста числа заразившихся коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин обязал московские компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Согласно его указу, с 12 октября работодатели должны будут еженедельно предоставлять властям данные своих сотрудников, переведенных на дистанционный режим. А вот власти Ирана сообщают о рекордной смертности за сутки. Ковид унес жизни 250 человек. Всего же скончались больше 28 тысяч с начала вспышки вируса. В критическом состоянии находятся почти 4,5 тысячи пациентов. Наплыв такой, что больницы едва справляются. Власти считают, что причина ухудшения эпидситуации простая. Несоблюдение элементарных санитарных правил. Около 2,5 миллионов казахстанцев могут вновь вернуться к дистанционному режиму работы. В Центре развития трудовых ресурсов спрогнозировали, как вторая волна коронавируса может отразиться на рынке труда. Анализ экспертов изучила моя коллега Камила Тастанбекова. Она уже с нами. А рынок труда на пандемию отреагировал больше сокращением рабочего времени, нежели ростом безработицы. Это ключевая мысль в докладе Ареста. Сейчас расскажу подробнее. 167 тысяч казахстанцев могут остаться без дохода из-за второй волны коронавируса. Преимущественно это работники с низким уровнем квалификации. По оценкам Центра развития трудовых ресурсов, около 2 миллионов человек, скорее всего, отправят в оплачиваемые, либо неоплачиваемые отпуска. В первую очередь это коснется таких сфер, как торговля и услуги. В прежнем режиме будут работать около 4 миллионов казахстанцев. Они трудятся в секторах, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, в их числе промышленность и здравоохранение. Больших изменений не ожидается в распорядке тех, кто занят в сельском хозяйстве. Масштабного сокращения, как ожидалось, на уровне 20-30% не произошло. Традиционно казахстанский рынок труда на кризис реагирует с сжатием рабочего времени, нежели сокращением рабочих мест. Людей отправляли в отпуска, сокращали им график, кто-то переходил на дистанционный режим. По итогам второго квартала этого года уровень безработицы в стране увеличился на 5%. При этом значительно возросло число тех, кто временно не занят. Дефицит трактористов в Ахмолинской области и пресс-секретарей в Североказахстанской. Всего 176 тысяч вакансий опубликовано на электронной бирже труда. После карантинных ограничений в июле, в сентябре начал восстанавливаться спрос на рынки труда. Так, в Алматинской области отмечается острая нехватка учителей. По данным yinbek.kz на тысячу мест приходится 60 резюме. Вторая по списку дефицитная профессия – дорожный рабочий. А вот юристов в этом регионе, как и в других, в избытке. 141 резюме на 20 вакансий. Регионы также испытывают нехватку инженеров, механизаторов сельского хозяйства, автослесарей, электрогазосварщиков. Отмечу, что в 211 случаях требуются электромонтеры. Но резюме по такой профессии нет. Всего казахстанцы разместили больше 123 тысяч объявлений, о поиске работы. По данным комитета по статистике, за 9 месяцев этого года продукция сельского хозяйства стала дороже почти на 8%. Средняя цена на конину в прошлом месяце – 2200 тенге за килограмм. Баранину с костями – 1900 тенге. А вот на карту цен мы решили сегодня вывести стоимость говяжьего фарша. От 2000 тенге говяжий фарш стоит в Костанае. По такой же цене килограмм покупают в Уральске. От 2200 тенге килограмм стоит в Усть-Каменогорске. А еще Шымкенте и Нурсултане. Самый высокий ценник в Актау и Таразе – 2300 тенге за килограмм. И о событиях в мире. Дефицит бюджета США в этом году вырос более чем в три раза – до 3 триллионов долларов. Тогда как в прошлом году всего около миллиарда долларов. Такие данные представило бюджетное управление Конгресса. Таким образом, дефицит бюджета достиг более 15% валового внутреннего продукта, что является максимумом с 1945 года. Это связано в первую очередь с высокими расходами государства на поддержку экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. А также со снижением доходов бюджета в связи с массовыми сокращениями и приостановкой работы бизнеса из-за карантинных мер. Так, с апреля по сентябрь поступления в бюджет по налогам на доходы физических лиц и заработную плату сократились на 7%, по налогу на прибыль компании – на 21%. Расходы американского бюджета во втором финполугодии были вдвое больше, чем годом ранее. Госдолг США достиг 102% БВП на конец этого года, превысив объем валового внутреннего продукта впервые более, чем за 70 лет. И в завершении официальный курс валют. По данным Национального банка, доллар стоит 427 тенге 29 тинов, евро 503 тенге 99 тинов, а рубль 5 тенге 54 тина. Арастан, к этому часу у меня пока все. Вам слово. Ох, пусть из-за коронавируса люди не теряют работу. Спасибо, с нами была Камила Тастанбекова. В Таджикистане завершилось голосование на президентских выборах. По данным ЦИК Республики Явка, избирателей составила более 70%. Главный претендент на пост лидера государства – Эмма Мали Рахмон. Действующий президент страны баллотируется на новый 7-летний срок. Он одерживал победу на всех прошедших выборах. Ему противостоят 4 кандидата, в том числе от коммунистов и партии экономических реформ Таджикистана. Предварительные итоги голосования Центр избирком озвучит сегодня. Окончательные итоги выборов будут оглашены в течение 10 дней. Лучше, чтобы было благосостояние населения Таджикистана, чтобы хорошее было положение наших мигрантов за переделы республики. И за будущее нашей республики я голосовал. И жду от него то же самое. Но в целом я за стабильность. И поэтому я проголосовала за Рахмона, потому что он показал, что он может поддерживать порядок даже из хаоса. Может мирное. Всем остальным кандидатам желаю, пожалуйста, проявляйте ваши. Я остальных кандидатов просто не знаю. В России вступил в силу закон о прозрачной благотворительности. Теперь просить деньги больным детям в автобусах и электричках запрещено. Собирать средства в ящики имеют право только некоммерческие организации. Закон четко разделяет понятие переносной ящик и стационарный. Первый теперь можно использовать только во время публичных мероприятий самой организации. А для установки второго должен заключаться договор. Закон устанавливает и жесткие правила отчетности после закрытия сборов. Все эти законодательные изменения направлены на борьбу с мошенниками. Потоки денег в лже благотворительной организации по оценкам общественников могут достигать миллиардов рублей. Репортаж Даны Нуржан. Токсичная благотворительность. Термин, появившийся недавно. Он назначает недобросовестные способы сбора денег. Душераздирающие посты и фото в соцсетях. Эмоциональное описание болезни у ребенка. Клич «Как можно скорее скинуть деньги» на личную банковскую карту. Это типичный пример токсичной благотворительности. Ее признаки – лжеволонтеры, стихийность сбора и полное отсутствие отчетности. Используются при этом реальные истории реальных детей, реальные фотографии, которые были задействованы когда-то, например, несколько лет назад, какими-то благотворительными организациями настоящими. Вот берется эта история, ребенок может быть уже или давно пролечен, или, к сожалению, уже скончался. Люди берут бокс-коробку для сбора денег и начинают с этой коробкой ходить, скажем, по электричкам, заявляя, что они собирают деньги на помощь какой-то благотворительной организации или какому-то тяжелобольному ребенку. Куда потом уходят эти деньги, никому неизвестно. Отследить нельзя. При этом мошеннические организации могут быть легально оформлены как благотворительные фонды. И доказать факт мошенничества практически невозможно. «Они приносят с охотой, с этого сбора, ящик с деньгами. Вытряхивают его так вот на стол. Отсюда отсчитывают там три тысячи промоутеру, и он сразу же получает кешем эти деньги. Что вообще категорически не может быть по правилам, потому что ящик должен быть снят и печать, и там должно быть три человека в комиссии. Все должно быть посчитано, должен быть записан номинал этих бумажек. Все это должно быть в течение суток сдано в банк». Благотворительный фонд может тратить на собственные нужды до 20% от суммы пожертвований. Добросовестные фонды считают хорошим тонном тратить меньше. В недобросовестных и попросту мошеннических организациях на помощь людям идут крохотные остатки. Честные фонды абсолютно прозрачны. Человек может отследить, куда и на что был потрачен каждый рубль. В России общественники объединились против мошенников и предложили законодательно закрепить правила использования ящиков для пожертвований. Отсечь возможность собирать деньги на улице. Ведь у них четкая позиция. Фонды никогда не собирают наличные деньги на улицах и в транспорте. Благодаря их инициативам и был принят новый закон о прозрачной благотворительности. Теперь собирать деньги в урны для пожертвования на улицах незаконно. Устанавливать ящики в торговых центрах и на публичных мероприятиях можно, но для этого необходимо подписать договор и соблюсти другие юридические формальности. Россияне уже привыкли к системной, то есть регулярной благотворительности. Это когда, например, оформляется подписка, пусть на небольшое, даже от одного рубля, но ежемесячное пожертвование. Теперь, говорят общественники, осталось приучить людей к эффективной благотворительности, то есть проверять, куда и на что идут эти средства. Дана Нуржан, Дмитрий Остеченко, Россия, Хабар 24. Больше 300 квартир в столичном жилом комплексе посреди октября остались без окон и балконов. Работы по реконструкции фасада в проблемном доме начались еще летом, но из-за проблем с финансированием были приостановлены. На встречу с тревожными людьми пришли представители Акимата. Они заверили, проблема решится, но горожане не спешат верить. Подобных обещаний они слышали уже не раз. Балконная дверь единственная, что защищает жителей этого дома от холодов. Жарким летом, когда начались работы по замене фасада, люди искренне верили, что все закончится в срок. Вы что творите вообще? За шесть месяцев уже выпустился один день. Одну ночь переночуете сами с детьми с маленькими. В таких условиях вынуждены существовать жильцы 330 квартир. Здесь стекол нету, здесь вообще открыто у нас. Просто открыто. Когда это все сделают, каждый раз говорят на следующей неделе, на следующей неделе. История этого проблемного дома началась в ноябре прошлого года. Сначала деформировался балкон одной из квартир. Потом жители жаловались на овалившуюся плитку. К счастью, падала она только на припаркованные автомобили. После всей шумихи Акимат провел техобследование и разработу проекта реконструкции. Активная работа началась летом этого года. Подрядчик обещал сдать объект в сентябрю, потом к 15 октября. В итоге все встало. Со слов подрядчика Акимат не перечислил обещанных им денег. До того, как мы здесь начали жить, мы это все утеплили. Строители весь утеплитель наш повытаскивали. У нас нет не то что стекол, у нас даже самих витражей нет. План реконструкции весьма специфичен. Там, где изначально располагалась форточка, теперь ставят цельное стекло и наоборот. Между стеной и фасадом огромные щели. Каждый житель вынужден тратить приличную сумму денег, чтобы утеплить свою квартиру и восстановить то, что было демонтировано. Мы профильное управление, мы вот сейчас начинаем только работать, сейчас возьмем их на контроль. И технический надзор мы сами тоже наняли. Если некачественная работа, мы не будем ее принимать. Сроки сейчас мы будем оговаривать. Мы кричим СОС, мы кричим СОС с августа месяца. Никаких вообще действий. Конкретные даты, когда весь этот кошмар закончится, ни Акимат, ни глава подрядной фирмы называть не стали. В холодные квартиры жильцы проблемного дома вернулись с надеждой, что их сигнал бедствия услышит. После того, как недовольные жители вновь заговорили о своей проблеме на камеру, строительные работы в живом комплексе возобновились. Люди надеются, что в этот раз строители доведут свое дело до конца, а сжатый график не скажется на качестве. Айгерим Бабиш, Ервана Урузбаев, Жандоса Утангазы, Хабар, 24. Глобальная пандемия сделает нищими 150 миллионов человек. И больше всех от этого пострадают два региона. Часть Африки и Южная Азия. Когда люди окажутся в абсолютной бедности? Об этом не только в программе «Между строк». Главные американские военачальники ушли на двухнедельный карантин. О том, как пандемия спровоцировала беспрецедентную угрозу национальной безопасности США, в эксклюзивном материале журнала «Нью-Йоркер». Журналистка Робин Райт сообщает, «После возможного заражения коронавирусом в изоляции оказался объединенный комитет начальников штабов США. Это высшие офицеры армии, флота, авиации, береговой охраны и других служб, которые контролируют самые могущественные вооруженные силы мира, руководят войнами, отдают приказы о бомбардировках и готовят спецоперации. Все они, и даже генерал Марк Милли, главный военный советник президента, отправились на двухнедельный карантин. Военное начальство было изолировано после того, как заместитель командира береговой охраны, адмирал Чарльз Рей, получил положительный результат на COVID-19. Объединенный комитет немедленно выполнил указания Минздрава, в отличие от других представителей политического истеблишмента Вашингтона, особенно Белого дома, отмечает Нью-Йоркер. Источник заражения Чарльза Рея неизвестен, но издание сообщает, что он побывал в Белом доме на церемонии для семей, потерявших своих близких в зонах боевых действий. А вскоре после Рей присутствовал на встрече Объединенного комитета начальников штабов в Пентагоне. Журнал приводит статистику. Почти 70 тысяч военнослужащих США были инфицированы. Из 231 военного объекта США по всему миру около половины сталкиваются с ограничениями на поездки из-за пандемии. Таким образом, коронавирус представляет собой реальную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. И остальной мир это знает. Возможных опасностей предостаточно, считает журналистка Робин Райт. Такое восприятие Америки увеличивает риск того, что наши противники могут воспользоваться этим моментом для нанесения вреда за границей. Добавьте к этому выборы, и мы увидим период крайней неопределенности, говорит Мишель Флорнуа, бывший заместитель министра обороны по вопросам политики. Еще большая опасность заключается в том, что сейчас мир воспринимает Америку как неумелую и уязвимую, считает генерал-лейтенант в отставке Дук Люд. Пандемия, протесты, а теперь и выборы накладываются друг на друга, что усиливает этот имидж. СМИ Индии тиражируют новость о подготовке к войне с Китаем. Их цель — усилить конфронтационные настроения, уверенно заявляет Хуан Цюши Бао и призывает к диалогу, чтобы избежать обострения ситуации. Издание пишет, согласно сообщению газеты Times of India, от 5 октября транспортные самолеты индийских ВВС непрерывно доставляют грузы индийской армии на линию фронта, где та противостоит Китаю. Сухопутная армия и ВВС Индии имеют совместные планы действий по предотвращению обострения ситуации в Ладакхе, цитирует издание слова офицера индийской армии с передовой. Издание напоминает, 10 сентября Китай и Индия достигли консенсуса из пяти пунктов. Один из них о том, что нельзя допустить превращение разногласий между двумя странами в конфликт. По итогам переговоров было решено, пограничные войска обеих стран должны продолжать диалог, избегать любых действий, которые могут привести к обострению, а также как можно скорее принять новые меры для установления взаимного доверия. 29 сентября пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел заявил, что Китай не признает так называемую самостоятельную союзную территорию Ладак, созданную Индией, и выступает против проведения военных учений в спорных приграничных районах и против строительства инфраструктуры с целью военного контроля. Из-за пандемии в абсолютную нищету скатятся 150 миллионов человек, заявляет немецкая газета Welt. Впервые за 20 лет во всем мире вырастет количество людей, живущих в бедности. Пострадают прежде всего два региона, однако необычный подход некоторых стран дает им надежду. Согласно опубликованным расчетам Всемирного банка, впервые с 1998 года количество бедных в мире снова возрастет, а успехи, достигавшиеся годами, будут сведены на нет. К концу 2020 года менее чем на 1 доллар 90 центов в день в мире будет жить на 60-87 миллионов людей больше, чем в 2019 году. А в конце 2021 года в абсолютной бедности будут жить на 111-150 миллионов людей больше, чем ожидалось ранее, говорится в статье. Особенно это затронет два региона – Африку к югу от Сахары и Южную Азию. Впрочем, есть некоторые вселяющие надежду примеры. Издание пишет, Кения направила на борьбу с пандемией весь бюджет правительства и администрации, предназначавшиеся для покрытия командировочных расходов. А деньги, полученные благодаря борьбе с коррупцией, целенаправленно используются для поддержки беднейших слоев населения. Афганистан выделяет самым бедным семьям продукты питания и средства гигиены на сумму 50-100 долларов. В Бангладеш правительство поддерживает прежде всего множество мелких и средних предприятий, на долю которых приходится 20% ВВП, отмечает издание. Тем не менее, важнейшим и наиболее эффективным инструментом сокращения бедности было бы скорое окончание глобальной рецессии, резюмирует Вельт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"С вами Арстан Балтин". С вами Арстан Балтин. Мы продолжаем. Мы сейчас о погоде. В четырех регионах страны объявлено штормовое предупреждение. В Мангистауской области сегодня ожидается пыльная буря. На юге страны, в Жамбылской области, синоптики прогнозируют туман и сильный ветер. Ночью и утром местами сохраняются заморозки. Похожая погода наблюдается и в туркестанском регионе. В Казаларде Казгидромет прогнозирует ветер до 20 метров в секунду. В других частях республики сохраняется погода без осадков. Крупный пожар вспыхнул этой ночью в центре Павлодара. Со слов очевидцев, горела территория в районе торгового дома и центрального рынка города. На кадрах видно, как в небо поднимается едкий черный дым. Пожарные расчеты прибыли быстро, но, похоже, сразу локализовать очаг возгорания не удалось. Официальных комментариев о ЧП пока не поступало. Наговорил лишнего. В Карагандинской области за нецензурную брань в адрес полицейского к уголовной ответственности привлекли пассажира остановленного авто. Из-за чего так вспылил мужчина, который напротив должен был дать слово в первую очередь водителю. Все подробности в хронике происшествия. Мы вернемся к чрезвычайному... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Быть в курсе событий и в стране, и в мире, и узнавать об этом первым теперь можно с помощью мобильного приложения Хабар-24. Мы ценим ваше время. Наша редакция избирает самые популярные и интересные новости в политике, экономике, бизнесе, спорте, культуре и науке. Быть в курсе всего с Хабар-24 очень легко. Вся информационная картина дня, телевизионные проекты, спецрепортажи, эксклюзив, а также возможность предложить свою новость, это и многое другое доступно в вашем мобильном устройстве и бесплатно для скачивания в Play Market и App Store. С приложением Хабар-24 вы сможете читать актуальные новости, быть в курсе самых важных тем, сохранять новости в закладке, работающие даже без интернета, делиться новостями с друзьями, выбирать ночной режим чтения для защиты вашего зрения, получать уведомления о чрезвычайно важных событиях. К тому же каждый не только сможет поделиться информацией в социальных сетях, но и попробовать себя в роли репортера. Необходимо просто прислать свои материалы на горячую линию Хабар-24, и об этом узнает вся страна. Встречайте и будьте первыми в курсе информационной картины дня вместе с мобильным приложением Хабар-24. Хабар-24 Технические проблемы устранены, мы возвращаемся к чрезвычайным происшествиям. Наговорил лишнего в Карагандинской области за нецензурную брань. В адрес полицейского к уголовной ответственности привлекли пассажира остановленного авто. Из-за чего так спылил мужчина, который напротив должен был дать слово в первую очередь водителю. Все подробности в хронике происшествий. В Ахтау привлекли к административной ответственности организаторов праздничного мероприятия. Несмотря на режим карантина, там устроили банкет на 50 человек. Факт нарушения удалось выявить во время рейда по усилительным заведениям. Инспекторы полиции составили административный протокол, а гостям разъяснили о мерах ответственности. К слову, за подобные нарушения на физлиц накладывается штраф в размере 30 МРП. Трое мотоциклистов заблудились в горах Жамбулского района Алматинской области. Сначала мужчины потеряли из виду друг друга, спускаясь с гор. Но позже, встретившись, поняли, что взбились с пути. Мотоциклистов искали семеро спасателей, пятеро полицейских и две единицы техники. Медицинская помощь не потребовалась. 400 жителей Павлодарской области лишили прав на вождение. 333 из них управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, а 30. Создали аварийную ситуацию, выехав на полосу встречного движения. Вместе с этим еще 23 владельца автотранспортных средств пытались скрыться от полицейских. Теперь всем нарушителям придется ходить пешком. К уголовной ответственности привлекли пассажира легкового автомобиля в Карагандинской области. Он выражался в адрес полицейских нецензурной бранью. Инцидент случился на автодороге Каражал-Ахтай. Полицейский патруль обратил внимание на неуверенно двигавшийся автомобиль. Остановив машину, полицейские обнаружили в ней двух молодых мужчин в нетрезвом состоянии. Агрессивнее всего себя повел пассажир. Теперь ему грозит уголовное дело по статье оскорблении представителя власти. Представители СЭС, Акимата и полицейские отправились в рейд по столичным рынкам. Всего в Нур-Султане за полгода ревизоры оштрафовали нарушителей на 133 миллиона тенге. А все потому, что на выходных крытым базарам запрещено работать вообще. Теперь владельцу рынка, очевидно, придется раскошелиться. Причем сумма штрафа весьма солидная. От 600 тысяч до 4,5 миллионов тенге. Это уже зависит от категории субъекта предпринимательства ТО, средний и крупный бизнес или ИП. Это уже малый бизнес. Представители СЭС, Акимата и полицейские делали замечания администрации крытых базаров из-за отсутствия санитайзеров, бесконтактного термометра для измерения температуры покупателей. И, в принципе, из-за работы в субботу и в воскресенье. Они просто не понимают, что это крытые, не крытые. Они думают, что это не крытые. Если торговые дома, например, они тоже сегодня не должны работать. Но если там имеются аптеки, общественное питание, они имеют право работать. Мы каждый день, когда карантия была, тогда мы работали. Рынком разрешили работать. Рынком разрешили работать. Поэтому работаем. У нас частично закрыто, везде открыто, видно. У нас соблюдается массовый режим. Вот покупатели не соблюдают, которые в городе. Говорят, мы на улицу ходим. Тем временем в Таразе специальная мониторинговая группа вывела в одном ресторане сразу несколько банкетов. Торжества проходили за закрытыми дверями. Хозяева мероприятий открывать их, как правило, не хотят. Поэтому при каждом рейде здесь вызывают МЧС. 12 мобильных групп ежедневно проводят мониторинг. По их словам, зачастую персонал работает без перчаток и масок. Отсутствуют санитайзеры. На владельцев кафе составляют протоколы и материалы о нарушениях передают в СЭС. Всего наложено штрафов почти на 15 миллионов тенге. Недавно выявили один той на 500 человек в одном ресторане. Сами клиенты начали набрасываться на нас. Не сознают того, что, возможно, у них сейчас сидит какой-нибудь человек, который болеет и может распространить этот вирус по всем. Мы им объясняем то, что это запрещено. Но все равно люди этого не понимают. Программа «Культваяж» продолжит наш эфир, а сразу после обзор спортивных новостей. Казахстан, Албания. У нашей сборной остаются шансы на выход из группы. Финал «Роланга Росса». Рафаэль Надаль убил интригу в матче с Жоковичем. Об этом и не только через несколько минут. Оставайтесь с нами. В Театре Астана Опера прошел концерт классических оперных произведений. Под руководством известного дирижера Алана Бурибаева были представлены отрывки из лучших оперных арий. Я исполню арию Нессон Дорма, принца Калафа из оперы Пучини Турандот. Многие певцы пугаются, услышав одно название этой партии. Вообще, эта партия считается одной из самых сложных во всем оперном мире. Ария Мими из оперы Богема Джакому Пучини считается жемчужиной мировой классики. Данное произведение впервые исполнила сопрано Мадина Исламова. Мими – это партия, которой я уже много лет мечтаю. Давно она у меня уже выучена. Для меня это уже третья партия Пучини. В прошлом году я дебютировала в опере Турандот в партии Лиу. Это знаковая партия для моей карьеры, для моего репертуара. И в опере Богема я уже исполнила партию Мюзетты. А сейчас большая мечта для меня сегодня исполняется – исполнить арию Мими. К слову, коллектив театра сейчас готовит новую постановку. Подарком для зрителей в этом сезоне станет балетный спектакль «Белоснежка и семь гномов», написанный по сюжету сказки на музыку Тибора Качака. «Белоснежка и семь гномов» фольклорного искусства Халы Казанасе, руководителем которого я стал. И бенефис шоу познакомит зрителей с целями, планами отдела, его представителями. Мы хотим продолжать популяризировать традиционное искусство. В нашем коллективе много артистов, известных казахстанцам. В коллектив Халы Казанасе вошли яркие представители традиционного музыкального искусства. Среди них Жангали Жузбай, Кумарбек Калкатай, Ардак Балажанова, Ербулат Шалдыбеков и Клара Толинбаева. «Празднование 60-летия казах-концерта – это действительно большое событие в истории отечественной культуры. За эти годы казах-концерт превратился в самую крупную музыкальную организацию страны. У неё уже сформировалась своя школа, преемственность поколений. И что интересно, в разных музыкальных жанрах, будь то эстрада, фольклор или классика. В честь 60-летия казах-концерта зрителям покажут 9 выпусков «Бенефис-шоу». Проект охватит почти все музыкальные жанры – от классической до эстрадной музыки. Театр «Намад» представил трагедию Уильяма Шекспира «Ричард III». На подготовку, постановке и труппе понадобился месяц репетиций. На нашей сцене эта постановка была представлена в жанре реквиема. Режиссёром-постановщиком выступил Фархад Молдагали. Для мирового искусства это, может, не новый ход, но для Казахстана эта постановка стала открытием. Ведь здесь работает бенд, образованный из числа наших же актёров. Постановка проходит под их аккомпанемент. Режиссёр из частей пьесы создал часовой спектакль, полностью раскрывающий личность Ричарда. Образ главного героя воплотил нуржигит муслимов. Как признаётся актёр, сыграть персонажа, в котором уживаются две противоположных личности, было непросто. Постановка представлена в стиле гротеска. Это можно заметить по нашим костюмам, гриму и игре. В спектакле мы пытаемся раскрыть намерения Ричарда III. Стараемся узнать, почему он пошёл на такой жестокий шаг. Акцент был сделан именно на то, как и почему он таким стал. Мы мной в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня с полуночи в Мангистауской области начнут действовать новые карантинные ограничения. По решению главного санитарного врача региона, общественный транспорт не будет курсировать по выходным. Время работы всех рынков, кроме продуктовых, сократится до 16.00. А кафе и столовых до 9 часов вечера. Закрытию подлежат также фитнес-центры. Коронавирус продолжает набирать обороты. В мире свыше 37 миллионов заболевших скончались больше миллиона. Обостряется эпидситуация в Европе. Там всё чаще говорят о том, что вторая волна пандемии может стать масштабнее первой. Во Франции суточный рост инфицированных превысил 16 тысяч. В список городов, где введён максимальный уровень тревоги, попали Лион, Лиль, Гренобль и Сент-Этьен. Ранее в число зон наивысшей опасности были включены Париж, Экс-Марсель и остров Гваделупа. Почти 13 тысяч новых случаев заражения накануне выявили в Великобритании. Общее число ковидных граждан превысило отметку в 600 тысяч. Как ожидается сегодня, премьер-министр Борис Джонсон может объявить о новых карантинных мерах. В частности, о временном закрытии ресторанов и пабов. Четвёртое место в мировом ковидном рейтинге занимает Россия. На фоне роста числа заразившихся коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин обязал московские компании перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а также лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Согласно его указу, с 12 октября работодатели должны будут еженедельно предоставлять властям данные своих сотрудников, переведённых на дистанционный режим. А к этой минуте всё. Я напомню, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, мойте чаще руки, а также следите за нашими новостями на нашем YouTube-канале. Вам хорошего дня, увидимся!